друзья привет ну что рынок опять пошел вверх это нормально рынок то вверх то вниз поэтому не стоит сильно переживать когда он вниз или сильно там какого-то какому-то ажиотажу там поддаваться когда он вверх это как день-ночь день-ночь ну и что рынок падает затариваемся накрасит вверх чуть разгружаемся ну если конечно в вашем портфеле есть те компании по которым вы считаете что нужно прибыль зафиксировать вот сегодня хоть рынок и пошел вверх но те что компания у меня есть я по ним пока хотя уже есть и выросшие не очень намного потому что я недавно брал вот не стал продавать пусть еще пока подрастет чуть-чуть посмотрим будет расти не будет там в какой-то период времени это сильно не должно вас волновать вы поймите вот мне спрашивают ты какую компанию посоветуешь там средний срок или в краткосрок на такую же которую в долгосрок просто точка входа на средний срок и краткосрок возникает когда возникает потенциал роста на периоде который возникает благодаря совокупности факторов которые моделируют денежные потоки компании все это соотнося с динамикой а котировок на этот же период примет и определяешь выше разрыв понимаете но фактор это другие могут вмешаться поэтому должен там брать и вот это точно должно выстрелить да нет ничего точного выстрелить не может если же процент вероятности который может стремиться либо к нулю либо к 100 процентов и в при определенных факторов может составлять там 80 процентов 90 95 там 5 10 97 и так далее почему вот допустим некоторые там компании могу я что-то продать она пойдет выше да конечно может быть а что-то купить и пойдет ниже да конечно может но должно быть совокупности в совокупности все мои сделки приводить к тому что вас большая часть моих покупок идет вверх а большая часть там ну нельзя сказать что большая часть продаж потом идет вниз нет я же продаю не просто так я продаю перевкладываю то есть компания которая продаю она может дальше чуть-чуть там отрасти на периоде времени но если я допустим ее продал переложился в другую то только я приложился должно на в динамике показывать больше на единицу времени в при определенном периоде поэтому не надо но никто не знает что будет потому что мы можем принимать во внимание те факторы которые уже состоялись и которые могут состояться при определенной вероятности событий но вы же не знаете какие новые факторы будут какие еще события какое влияние будут оказывать на ту и на ту или иную компанию поэтому нельзя затариваться все полностью одной компании и ждать пока там она вырастет должен быть риск менеджмент допустимая доля и допустимой доли у компании она тоже разная поймите ну вот где новотек и где допустим ммк да естественно новотека допустимой доли больше намного давайте к вашим вопросам спрашивают меня я в телеграме написал про дубку о гк2 что все-таки компания газпрома ее покупают кстати я когда когда объявили о дубке я уже писал что скорее всего газпром купит а мне писали в комментариях антон газпром опроверг эту информацию да причем тут представители официальные газпрома которые говорят об самой компании именно газпром ее дочка может взять то есть официально газпром не покупает но по факту есть до юра есть до факта понимаете если гэх инжиниринг выкупает допку а компания это принадлежит газпром инжинирингу который свою очередь принадлежит газпрому то до юра газпром не выкупает допку от де факта выкупает понимаете И нужно смотреть на де-факто, а не на де-юро В таких случаях Поэтому нужно знать, какие компании Кому принадлежат Я в своем телеграм-канале иногда вот там У меня есть отдельный новостной канал Но есть вот мой телеграм, где я объясняю новость Объясняю Потому что для некоторых новость они увидят Книгу Смотрят в книгу, видят фигу Вроде новость, а как ее Интерпретировать, как ее использовать Не понимают Вот именно это я и объясняю Кто на ютубе смотрит, ссылка на телеграм-описание будет Можете посмотреть, про что я говорю Так вот И спрашивают у меня там в комментариях, в телеге Антон, а это хорошо или плохо? Смотря для кого То есть для Газпрома это хорошо, потому что у него активы он приобретает Для ОГК-2, именно для акций Для компании надо различать Что хорошо именно для компании, что хорошо для котировок акций Иногда, как правило, это одно и то же Но иногда это разные вещи Допустим, допка для ВТБ Для самой компании хорошо, бизнес развивается Бабки туда идут и идут Но для акций плохо, потому что размывается все То же самое ОГК-2 Она же бабки-то получит Но вы, как акционер ОГК-2, ваша доля Сильно размоется Поэтому ОГК-2 я не беру, естественно Но мне не нужно А для Газпрома это Хорошо Так, следующий вопрос Здравствуйте, Антон Компания Генетика есть в вашем списке инвестиционного рейтинга? Ну, как вы знаете, у меня есть основной инвестиционный рейтинг Есть ДОПы, есть кандидаты в ДОПы Вот она, Генетика в кандидаты в ДОПы То есть она даже в ДОПы не входит Но в ДОПы входит Артген Бывший из СКЧ Который принадлежит Около 85% генетика Следующий вопрос Добрый вечер, Антон У тебя есть в портфеле акции фармкомпании Что можешь сказать про фармсинтез? Спасибо Ну, у меня есть Компании, которые связаны С медициной Да Но не всегда это чисто фармкомпании Ну, допустим У АФК-системы есть Бинофарм Компания Раз Сеть клиник МИДСИ Два То есть Какая-то доля системы Она связана с фармой В ДОПах у меня есть Артген Я уже об этом говорил сегодня Чисто по фарме Ну, фармсинтеза нет у меня Он даже в кандидаты в ДОПы не проходит Антон Приветствую Какие мысли по Черкизову? Позитивные мысли по Черкизову? Вы видите, как дорожает, допустим, Курятина, да? Очень сильно То есть Это позитивно для Черкизова То есть Если наблюдается дефицит Какого-то товара И резкий рост На этот товар То компания, которая выпускает Либо реализует этот товар Естественно, выигрывает Что можно сказать Черкизову Цены на Да там на все На свинину растут На курицу очень сильно растут А это как раз Черкизова Ну и вообще Черкизова У нее большой потенциал Именно экспорта То есть Ну, внутри Понятно Там И на Алтае Вот он очень сильно растет И покупает Другие Производственные мощности Развивает Увеличивает их Но в плане То, что сейчас Поставки идут На Экспорт Это Там Прям очень хороший Потенциал Причем она занялась Халяльной продукцией Потому что Чтобы поставлять В страны Персидского залива Продукцию И Уже Увеличивает Именно Халяльную Поставки халяльной Продукции Своей Еще вопрос Добрый день Что думаете Про группу Компании Астра Пока Она В допах Пока Ну в смысле Это не то Что Не значит Что она Мне Целится В унисон рейтинг Нет Наоборот Она целится В третьей Думаю Пока По ней ажиотаж Ликвидность Хорошая Компания Обладает Ну Показатель У нее тоже Более-менее Потенциал Роста Есть По самой Компании Соответственно И по Ну вот По актам Вопрос Потому что Ну когда Компания Выходит на биржу Там Такой ажиотаж Люди готовы Покупать Покупать Ну обычно Длится 2-3 дня Потом начинается Небольшой слив Или флэк Вот И Когда этот ажиотаж Чуть начнет Спадать Я потихонечку Ей Наверное Поспекулирую Краткосрочные сделки Кстати по показателям Вот Вопрос Сразу По показателям Антон Вы обращаете При покупке Внимание На мультипликаторы Ну и дальше Рассуждение Конечно Обращаю Но Поймите Меня Нужно понимать Как эти Мультипликаторы Анализировать Потому что Некоторые Вот допустим Уткнулись В ПНЕ И думают Что Вот если В ПНЕ Плохой ПНЕ Это соответственно Большой ПНЕ Чем меньше ПНЕ Тем лучше То Компания Плохая Друзья мои Смотреть надо В совокупности Если допустим Чистая прибыль У компании Маленькая Да Или наоборот Или даже бывает Вообще нет чистой прибыли Но вы Хотя бы Задумайтесь Куда бабки пошли Если чистая прибыль Маленькая Но Активы растут Выручка растет Денежные потоки Растут Долги падают Тогда Ну И фиг с ним С этим ПНЕ Понимаете А вот если ПНЕ Ну Плохой И все эти показатели Тоже как бы Падают низ Сюда Стоит задуматься А где деньги Зин Понимаете Надо в совокупности Смотреть То есть Ну Как вам объяснить Вот вы открыли Компанию И Вы получаете 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 Деньги И сидите И говорите Там с партнером Своим Вась Ну давай мы Эти бабки Не будем там В чистую прибыль Записывать Давай мы Купим еще одну Там Еще одно производство И туда деньги вложим Туда Туда Запишем операционные расходы У нас будет Получается Прибыли ноль Но мы то знаем Что бизнес растет По факту Бизнес растет Вы что У Яндекса Давно Какой-то У нее Хороший ПНЕ Когда-то был Яркий Пример Вам Смотреть Надо ПНС Это Вот ПНС Смотреть Надо Отношения ПНБВ Ну давайте Русским Заком Потому что Кто-то Смотрит Еще Не понимает Что и что Отношение Капы К активам Отношение Капы К Долгу Отношение Там Активов К долгу Надо Ну в совокупности Смотреть В динамике Все Они Как некоторые Уткнулись В этот ПНЕ Смотрят Что он маленький О нет Компания плохая С чего Она плохая Ну с чего Если вы Ну если Вы никогда Бизнесом не занимались То спросите У соседа Который бизнесом Занимался Что у него там В отчете Дофига у него там Прибыли в отчете Он скажет Да нет конечно Я все Я все бабки Туда 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 Там Распределяю И у меня Как бы По отчету Там Ноль Понимаете А бизнес А бизнес А бизнес Во Следующий вопрос Спасибо Антон За ваше видео Очень полезно Прокомментируйте Пожалуйста По Белуге Почему вы ее Не берете К себе В ИР 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 Основной Инвестиционный рейтинг Это туда Входит Компания Которая Долгосрочно Имеет Очень Хороший Потенциал Роста Ну что У Белуги Очень Хороший Потенциал Роста Да У нее есть Какой-то Там Потенциал В связи С ее Этими Магазинами Винлаб Какой-то Потенциал По экспорту Но Не хватает Чтобы В ИР ИР Это прям Самый сок Понимаете Компания Которая Система Черкизова Позитив Самолет Ну какая Белуга О чем вы говорите Но она В ДОПах Есть В ДОПах Тоже В ДОПах Просто Компании Не попадают Просто так Соответственно Если Она в ДОПах Значит Можно Срочно Зарабатывать Иногда Бывает Такое Что Компании Меняются Местами Что-то Из ИР Уходит Вот Допустим Из ИР Недавно Ушел НЛМК Да Тоже Не просто Так же Ушел Потому что Он Не понравился Нет такого Нравится Не нравится Есть Определенные Факторы Которые И на МЛК Все Он уже Не проходит В ИР Но в ДОПах Он Сейчас Крепкий Среднячок В ДОПах Во вторую Лигу Просто Спустился Понимаете Вторая Лига Тоже Неплохо Следующий Вопрос Здравствуйте Как вы думаете Насчет покупки На данный момент Акция Белуга Х5 Магнит Хэдхантер Вроде у них Есть потенциал Про Белугу Сказал Х5 Не беру Хэдхантер Не беру Магнит Да Магнит В среднесрочной Перспективе Имеет потенциал К росту Следующий вопрос А нельзя ли Изучивать стоимость По которой Купили акцию В частности Тот же КАМАЗ Вам что сложно Посмотреть Я когда покупаю Я же не говорю Я купил Тогда-то Тогда-то Вот сейчас буду продавать Я когда купил В этот же день Говорю Посмотрите В этот день Сколько стоит акция Делов-то По поводу Селегдара Какие перспективы Ну Селегдар Увеличивает Производство Увеличивает Раз Два Его Подразделение Русолова Кто не знает Это практически Там она полностью Принадлежит Селегдару Там небольшая Часть на бирже торгует Столько Прям небольшая То Ну Производство По Селегдару Растет Соответственно Есть куда расти Есть Есть с чего Показывать Увеличение Выручки Есть с чего И себестоимость Кстати Ну и себестоимость Некоторые Действия По Модернизации Производства Сегодня как раз Смотрел По Селегдару Могут привести К уменьшению себестоимости Что придет К увеличению Прибыли А увеличение Производства Приведет К увеличению Выручки И Некоторые Месторождения По Активу У него Тоже растут По Кучусу Месторождение Кучус Тоже Там Хорошей Перспективы Следующий вопрос Антон Что ты думаешь Производства Биржу Биржу Если узаконят Хотят Криптой Торговать Каповляет Котировки Если все Срастется Но если все Срастется Хорошо Конечно Вероятность Того Что Котировки Вырастут Большая Если все Срастется Но это все Если 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 Где у вас Можно поучиться В Телеграм Пишите По поводу Обучения По поводу Работы С портфелями По поводу Консультации Это все В Телеге Ссылка На Телеге В описании Ну все Уже Много Я не На все Вопросы Успеваю Ответить Поэтому Друзья Моя Если Вдруг На ваши Именно Вопросы Я не Успел Ответить Ну Напишите Еще раз Его Ну Сок Я вот Так Быстро Даже Говорю Все Вон Сколько Получилось Все Всем Пока